Тедди Рузвельт использовал антитрестовский закон, чтобы спасти капитализм, который умирал на рубеже веков. Рузвельт ослабил монополии за их злоупотребление, дискредитирующие всю систему. Он спас систему, ограничив монополии. Люди будут долго терпеть злоупотребление, прежде чем начнут искать другие варианты. Все они плохие. Почему социализм так популярен сейчас? Вот почему. Потому что крупные монополии дискредитируют рыночный капитализм. К сожалению, корпорации получили невиданную ранее политическую власть. Никто не сопротивляется этому. Однако один сенатор от штата Миссури, Джош Хоули, только что представил современный антимонопольный план, который запрещает фирмам с капиталом свыше 100 миллиардов покупать другие фирмы. План также уполномочит Федеральную торговую комиссию регулировать доминирующие компании на онлайн рынках. Что это означает и как это нам поможет? Сенатор Хоули, спасибо, что уделили время. Какой подходящий день вы выбрали? Несколько часов назад мы узнали, что крупнейшие мировые компании замышляют изменения закона о выборах. Удивительная синхронность, очень своевременно. Расскажите нам, чем поможет ваш план? Прежде всего, Такер, план поможет американцам вернуть контроль над нашей демократией, избавиться от контроля мегакорпораций. И нам нужно помнить, что знали наши основатели. Монополии и свобода несовместимы. Ни одна корпорация не должна быть настолько большой и влиятельной, чтобы контролировать политический процесс, чтобы игнорировать волю избирателей. А именно это мегакорпорации, разжиревшие с помощью правительства, пытаются делать. Так что предлагает мой план? В первую очередь ослабить крупные техкорпорации, разделить их на части. Например, Амазон не должен иметь доминирующую электронную торговую площадку и одновременно контролировать облако. План разделит корпорации. Больше никаких слияний и покупок крупнейшими компаниями в Америке. План не позволит крупным банкам становиться крупнее. Новые жесткие штрафы для корпораций, нарушающих наш антитрестовский закон, а также новые полномочия для тех, кто будет их наказывать. И в итоге, Такер, новый фокус антитрестовского закона. А именно, поощрение конкуренции. Свобода защищена, когда есть конкуренция, а не монополии. Итак, антитрестовский закон нужен нам, потому что, когда есть монополии, все, что ниже их, увядает и умирает. С монополиями у вас нет реального рынка. Мы смотрим на это сейчас. Почему только вы замечаете это в Конгрессе? Я думаю, долгое время консерваторы считали, что рынок, предоставленный самому себе, будет работать гладко и обеспечит свободу. Проблема в том, что когда вы даете такую власть монополиям, конкуренция умирает. Рынок на самом деле не работает. У вас нет по-настоящему свободного рынка. Его контролируют несколько гигантов. Другой урок вот в чем. Когда у вас такая массивная консолидация экономической силы, политическая сила следует за ней. Почему корпорации могут шантажировать Джорджию? Почему они могут угрожать другим штатам? Потому что они очень сильны. Они превратились в монополии. Вот еще одна причина, почему мы должны их ослабить. Они слишком сильны политически, потому что они слишком сильны экономически. Вот почему они хотят вас убрать. Вот почему они зовут вас мятежником, потому что вы говорите такие вещи. Вы надеетесь привлечь на свою сторону людей, республиканцев или, кстати, демократов, любого, кто присоединится к вашему такому нужному усилию? Я надеюсь на это. Я надеюсь на это, Такер. И я думаю, что многие республиканцы открыли глаза и увидели влияние и опасность монополий. Я думаю, избиратели уже знают об этом. Их подвергают цензуре в соцсетях. Они живут в страхе, что банки уничтожат их, что корпорации уничтожат их. Я думаю, выбранные чиновники, выбранные чиновники-республиканцы слышат избирателей, открывают глаза, осознают опасность. И настало время действовать. Настало время защищать свободу людей. Я надеюсь, вы вернетесь и назовете нам имена сенаторов, которые противостоят вам. Я думаю, это важно. Я надеюсь на это. Сенатор Хоули, спасибо. Спасибо вам.